Виталий Волков А что произошло в нашем городе узнаем прямо сейчас Итак, основные темы выпуска Опубликовать настоящее постановление в газете Десна И разместить на сайте администрации муниципального образования в городе Десногорск, Смоленской области Началась регистрация на выборы в областную думу Мы против нарушений на дороге Мы хотим подарить вам памятку водителя Зебра на дорогах Десногорска Все отлично, нам всем очень нравится Пришло достаточно много народу Фан-зона в атом-трансе в новом качестве Я жду очень много положительных эмоций Больше заданий, которые я смогу выполнить Смена открылась в лагере Круто Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее 9 сентября единый день голосования за кандидатов депутата областной думы 12 июля началась официальная регистрация кандидатов в избирательных комиссиях В наших сюжетах мы познакомим вас с каждым из них 12 июля прошло 41 заседание Десногорской избирательной комиссии На повестке дня стояло три вопроса Два из них о выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных материалов На избирательных участках 15 округа в Десногорске и Ельнинском районе Третьим вопросом избирательная комиссия рассмотрела регистрацию кандидатов депутата Смоленской областной думы 6 созыва по 15 округу Выдвинутого Смоленским региональным отделением партии ЛДПР Пранова Павла Алексеевича Уважаемые коллеги, мы приглашали кандидатов депутата на эту регистрацию По положительной причине он находится на работе Он не смог прибыть сегодня сюда Но решение мы, согласно закону, должны в течение 10 дней принять После сдачи им документов и их проверки, этих документов Поэтому мы должны в любом случае это решение принимать Даже без кандидата самого депутата Предлагаю зарегистрировать кандидата Пранова Павла Александровича Кандидата в депутаты Смоленской областной думы По одномандатному избирательному округу номер 15 При проведении выборов депутатов Смоленской областной думы 6 созыва Дата регистрации 12 июля 2018 года Время регистрации 13 часов 12 минут Зарегистрировал кандидат в депутаты Смоленской областной думы 6 созыва По одномандатному избирательному округу номер 15 Пранову Удостоверение установленного образца Опубликовать настоящее постановление в газете Десна И разместить на сайте администрации муниципального образования В городе Смоленской области Вот ваше внимание предлагается такое решение, уважаемые коллеги Какие будут предложения по данному решению? Зарегистрировать Поддержать данную редакцию Да, есть предложение зарегистрировать кандидата И данное постановление принять Кто за данное предложение, прошу голосовать Кто за? Кто против? Кого сдержался? Принято единогласно Удостоверение кандидату Пранову Павлу Алексеевичу Будет выдано в избиркоме Десногорска В нашем городе регулярно проводятся различные акции Направленные на соблюдение правил дорожного движения 11 июля совместно с сотрудниками ГИБДД Воспитанники лагеря Круто средней школы номер один Провели акцию «Зебра» Подробности далее Седьмой год ученики первой школы выходят на улицы города Чтобы напомнить десногорцам, что жизнь человека – это самый большой дар Что соблюдение правил дорожного движения Может уберечь как водителей, так и пешеходов от несчастных случаев Сотрудники ГИБДД всегда помогают им в этом Хотим напомнить всем участникам дорожного движения о том Чтобы вы вели себя на дорогах предельно внимательными Берегли себя и своих близких А также напоминали всем остальным Что это необходимо для нашего города Что это их безопасность Прежде всего И на будущее пожелать им удачи В акции приняли участие дети с 11 до 18 лет На руках и лицах ребята всем желающим рисовали зебру И водители, и пешеходы с удовольствием общались с детьми И сходились в одном Напоминать десногорцам о правилах дорожного движения необходимо Мы против нарушений на дороге Мы хотим подарить вам памятку водителям Чтобы никогда не нарушали правила Очень необходимо Конечно, чтобы водители не нарушали Видели детей Ну, такую акцию надо проводить почаще Будет полезно лишний раз напомнить О правилах дорожного движения Нужно, конечно, чтобы люди знали Дети тем более И взрослые тоже Поэтому, как без этого Мне нарисовали зебручку И памятку дали Я считаю, что должны все знать правила дорожного движения Все Сами воспитанники лагеря не сомневаются в важности проведения подобных акций Я считаю, что это нужно и пешеходам, и водителям Чтобы знать правила дорожного движения И больше никогда их не нарушать Я обращаюсь к пешеходам, чтобы когда-нибудь переходить дорогу Чтобы они всегда останавливались И ждали, пока остановится машина Потому что это все может оказаться плачевным И все обратно потом невозможно будет вернуть Педагоги уверены, что проведение подобных мероприятий Несет большой воспитательный эффект Когда мы проводим инструктаж Когда объясняем цели Они очень внимательно слушают И, кстати, большой воспитательный момент Наших же воспитанников Услышат нас пешеходы и водители или не услышат Мы не знаем, а наши ребята, воспитанники лагеря Нас услышат точно и уже запомнят Это станет для них опытом И, может быть, приведет к тому Что они будут более ответственно относиться К такой вещи, как правило, дорожного движения Мы уверены, что такие акции Помогут водителям и пешеходам Взаимно уважать друг друга Завершилась вторая полуфинальная игра Чемпионата мира по футболу Трансляцию этого матча Десногорцы смогли посмотреть на стадионе Атомтранс Наша съемочная группа также побывала там И увидела, как изменилась фан-зона Организаторы сделали все возможное Для того, чтобы болельщики смогли насладиться Трансляцией Чемпионата мира в полной мере Экран был установлен ближе к трибунам А для наибольшей концентрации Глубже вмонтирован в сцену Новый проектор дает более яркое изображение Производя захватывающее впечатление на зрителей Те, кто впервые посетил фан-зону Были в восторге от качества трансляции Все отлично Лучше, чем дома Дома маленький телевизор А здесь Во-первых, компания хорошая Самое главное Ну, очень круто здесь Я сегодня тут просто делал тренировку Смотрю, поставили И решили приехать Хотя бы на первый тайм Потому что завтра стадик всем на работу Все нравится, в принципе Раньше бы такое еще Пораньше поставили бы еще Когда была групповая стадия Ну ничего, еще хотя бы два матча Три матча Сегодня еще два матча Поэтому приедем еще Да и те, кто пришел уже не в первый раз Чтобы поболеть Смогли по достоинству Оценить произведенные изменения Вы знаете, конечно, все совсем по-другому Сегодня гораздо лучше Вообще и качество И все ближе расположено Класс Вот другого слова нет Просто класс Огромное спасибо Супер Все отлично Нам всем очень нравится Пришло достаточно много народу В прошлом Ну вот вчера был матч Франция-Бельгия Пришло как бы не так Слишком много людей Вот сегодня намного больше уже пришло Приятно посидеть в кругу друзей Посмотреть футбол Каждый пришедший, безусловно, имел своего фаворита В претенденты на финал Некоторые даже разрисовали лицо В цвета своей любимой команды Потому что мы всегда смотрим Англию Если Англия с кем-то играет То мы только за Англию Англия лучше всех Сегодня Ну болею за фаворитов Наверное, за Англию Я думаю, все считают их фаворитами ЧМ Ну и думаю Было бы интереснее Все-таки посмотреть Финал Англии с Францией Если хорваты станут чемпионами мира То мы скажем, что Не стыдно проиграли То есть достойно Боролись И я считаю, что Так даже будет лучше Хоть болельщики разделились во мнении Но все они сошлись на том Что игра была поистине захватывающей Стадион Атомтранс в эти дни Стал одним из самых популярных мест в нашем городе У организаторов есть планы и на то Как его можно использовать в будущем Ну вообще-то я такой болельщик Хороший болельщик Футболист, да Я думаю, в дальнейшем Мы будем устанавливать экран Нас ждет первенство Ну и, наверное, попробуем Чтобы наши жители Смотрели Хорошие фильмы Ну, конечно, фильм Мы днем не сможем Аппаратура не позволяет А 21-0 Это замечательно Мне очень приятно, что на стадионе приходят Вот дети Очень много детей Молодежь Будем стараться Основное время закончилось в ничью 1-1 Так же, как и в матче с Россией Хорваты вот уже в третий раз на чемпионате Играли овертайм На 109-й минуте Манджукич вывел свою команду вперед В итоге сборная Хорватии Со счетом 2-1 в финале И поборется за первое место По окончании матча Десногорские болельщики Оставили после себя чистоту и порядок Что особенно приятно Школьный лагерь первой школы Не зря называется Круто Воспитанники здесь круто живут Работают, отдыхают и веселятся Как открылась очередная смена Мы расскажем в нашем сюжете 11 июля в школьном лагере С дерзким названием Круто Открылась новая смена Отдыхают здесь подростки В возрасте от 11 до 18 лет Открытие было феерично веселым Сразу в зале почувствовалась Атмосфера дружеского единения У каждой команды Своё оригинальное название И речевка Валенки! Наш девиз! Мы не правы и не белые Потому что мы валенки! Поприветствовать юную смену Пришли гости У каждого из них Нашлись особенные Теплые слова для ребят Хорошо вам поработать Хорошо отдохнуть С праздником Это настоящий праздник Всем я вам хочу пожелать Провести это летнее время Весело С удовольствием Главное с пользой После торжественных слов На сцене воспитанники лагеря Во всю мощь своей фантазии Проявляли таланты Показывали какие они крутыши Поражало разнообразие жанров и приемов С трудом верилось Что подростки самостоятельно Подбирали репертуар Первая школа сильна своими традициями А у лагеря Круто Каждый год добавляются новые В прошлом году мы заложили еще один проект Который уже длится у нас два года Это проект наставничества В рамках этого проекта И девиз этого проекта У нас очень интересный Мы придумали его вместе С Алексеем Юрьевичем Гришиным С сотрудниками полиции Так вот девиз простой Личным примером За здоровый образ жизни И мы придумали Что будем ежегодно Теперь проводить Футбольные матчи Дворового футбола В прошлом году у нас был дебют Мы проиграли 5-0 В этом году у нас второй матч И я надеюсь отыграться Эта смена не просто оздоровительная Отрядам каждый день придется Благоустраивать территории родного города Ребята этого не боятся Работа для блага своего города Мне кажется никого не должна пугать А наоборот подбадривать И давать стимул Ты же делаешь не только для себя Ты делаешь это для своих близких Для своих родных И для своих друзей И знакомых От каждой смены ребята ждут Чего-то особенного Веселого И незабываемого Я жду очень много положительных эмоций Больше заданий Которые я смогу выполнить Разных соревнований Спортивных соревнований Вот и поэтому я Ну и поэтому я так хочу провести эту смену Очень радостно и позитивно Мы в течение смены будем вам рассказывать Как живут ребята в лагере Круто А теперь коротко о погоде 13 июля в Десногорске будет малооблачно Возможен небольшой дождь Днем плюс 25 Ночью плюс 17 На сегодня это все новости Все самое интересное и актуальное Не только на нашем телеканале Но и на сайте С вами был Виталий Волков Увидимся